Северский район В 2022 году было добыто более 20 тысяч кубических метров древесины, в том числе и заготавливается она для нуд жителей ряда станиц и сел. Заместитель начальника полиции по оперативной работе МВД России по Северскому району Андрей Зрядний рассказал, что в минувшем году передано в суд три уголовных дела, связанных с незаконными рубками. Еще несколько дел находятся в производстве правоохранительных органов. Наказание для лесорубов может быть вполне суровым – свыше шести лет лишения свободы, если не возместить причиненный ущерб. А порой, помахав топором, можно лишиться машины, квартиры или земельного участка. Кроме того, обсудили и вопросы соблюдения противопожарной безопасности на землях, прилегающих к лесному фонду, а также на территориях сельских и городских поселений. Проводятся постоянные мониторинги территорий с сухой растительностью, ведется работа с владельцами участков, прилегающих к лесному фонду. Как только позволит погода, начнутся работы по противопожарной опашке земель. В борьбе с огнем отметили активное участие добровольцев. В случае возникновения лошадных пожаров у нас в поселении привлекается добровольная пожарная дружина. Всего у нас в районе создано и функционирует 7 ДПТ – это Азовская, Афибская, Григорьевская, Ильская, Калужская, Смоленская, Черноморская. В остальных поселениях такие дружины на стадии формирования. Специалисты прошли обучение, осталось только зарегистрировать созданную дружину. Хотел отметить взаимодействие с казачьей лесной дружиной. В этом году было сказано, что у нас было возгорание, в том числе и на территории лесного фонда. Казаки показали оперативное реагирование и помощь в тушении. По итогам совещания глава района поблагодарил представителей всех ведомств за слаженную работу. Я только сообщаю вместе, мы сможем навести порядок, как в лесном фоне, так и в противопожарной безопасности. Если мы будем к этому подходить, мы с полной ответственностью. Субтитры создавал DimaTorzok